Не бойся, не бойся! Доброе утро, дорогие телезрители! Яна говорит, что кудри у ней развелись, я говорю, так давай я тебя подобью. Она говорит, нет, не хочу, проткни себе язык, негодник Антон. Этим паяльником. Да, паяльник у нас появился не просто так. Приветствуем в гостях Антон Кононов, руководитель сети детских клубов Робоклуб, и Илья Риткаус, ведущий преподаватель Робоклуба. Всё почему ребята пришли к нам. Потому что 1 июля на острове Татышев они будут отвечать за информационно-познагогие развлечения. Ну, для меня это развлечение. С паяльником? Много ты с паяльником развлекалась? Будут показывать, как собрать своими руками змея воздушного. Ребята, принесли сегодня ещё паяльник, на острове Татышев тоже можно будет возможность попаять. Всё так? Да, всё верно, всё будет именно так. Да, отлично. Пора поступать. Вот поговорили. Расскажите, пожалуйста, как собрать из подручных материалов, и из чего собран вот этот воздушный змей с бантиком? Ну, собственно, вы это видите прямо на картине. Это обычные палки, обычные нитки, клей. И в данном случае это мусорный пакет. Вот ровно такую штуку собирает наш ученик за одно занятие. То есть это мастер-класс по сборке воздушного змея. Ну, сейчас мы не откроем секреты вам, как он собирается. Но напрягу 1 июля на острове Татышев на пикник с Афонтова, а Илья нам покажет мастер-класс с паяльником. Ян, ты, пожалуйста, его пройди. Хорошо. Только никуда его не запихивай, как ты любишь. На язык не пробуй и не нюхай. Не давайте ей нюхать паяльник. Она очень любит нюхать паяльник. Я пойду вниз, ты мне подашь сигнал и запустим змея. Я его ловить буду, хорошо? Ну, только давай ручки к ручке приготовься. Да, приготовь. Это где мой? Ладно, оставь. Не забудь потом все забрать. Хорошо, хорошо. Аккуратно, Яна. Илья, Антон. Я познакомилась. Ребята, доброе утро. Паяльник. Что мы сможем с ним сделать? И вообще, детишки могут же им воспользоваться? Или только под вашим руководством? Да, конечно, могут. Вполне. Не такая уж страшная вещь. Можно вот так, да, делать? Да, можно. Я помню, что в детстве у нас с сестрой появился паяльник. И мы как раз на деревяшках, на досточках пытались нарисовать что-то. У нас это получается. Немного другие вещи, конечно. Да, но паяльником так тоже можно сделать. Что мы можем сделать паяльником? Или что это за схема здесь? Ну, здесь схема просто, пампочки с кнопкой включаются, выключаются при нажатии. А паяльник? Тоже ученик собирал. Ну, с помощью паяльника можно все это дело разобрать. Ну, вы можете продемонстрировать это? Да, пожалуйста. Так. То есть мы поднимаем обратно железячку, да, и вытаскиваем? Да, да. Можно расплавить металл. Немного отогнуть концы, но все это дело разобрать. Ну, этим в основном мальчишки, да, занимаются, девчонок, наверное, у вас нет. Почему девчонки тоже приходят на занятия? Интересно. Я даже скажу, девчонок лучше получается паять, а не более аккуратные. Потому что они кропотливые, да, работа кропотливая, работа аккуратная. Все, мы... Можно вытащить детальку. А потом так же вставить ее, да, можно? Да, потом можно так же вставить. И всю эту схему можно собрать у вас, правильно? Да, можно и более сложную схему у нас собирать. Ну, действительно. А давайте вернемся к змеям. Какие вообще бывают змеи? Вот у вас самый простой. Да? Да, Ильюх, давай ты. Какие бывают еще змеи? Ну, вот это у вас один способ. Какой-нибудь... Давайте еще раз, еще один способ назовите. Ну, можно попытаться добавить туда механику, электронику в змея. Вот. Попытаться сделать радиоуправление. Но это уже гораздо сложнее. Здесь, как бы, простая конструкция, две палки. В любом случае, начинать надо с элементарного, обычного змея. Да, конечно. Лучше всего начинать с элементарного, посмотреть, как это работает, как это создается. Давайте прямо сейчас попробуем его запустить. Змея ждут! Сейчас штиль, и у нас не совсем это получится. Но, может, хотя бы просто продемонстрируем, как это выглядит. А вы мне прямо с пупкой скинете. Давайте вкус сначала. Скидываем катушку Антону. Скинули Антону катушку. Он поймал? Так, сейчас я... Надо бежать же, да? По крайней мере. Надо бежать? Да, надо бежать. Ты должен бежать! Разверни. Подмотаю. Как мне надо делать, мы сейчас показываем. Все, а мы можем опустить и разбежаться, или как? Вот как раз ветерочек подул. Главное, чтобы на машину не упал. Ну, на счет три давай. Раз, два, три. Побежал. Хоть, Сашка, прудни... Вот он что. Лечи! Что-то получилось. Надеюсь, ничья машина на парковке не страдала. Антон, все нормально? Да. Он полетел, только Прудников, я Прудникова встретил. Прудникова... Вот. А Змея надо потом вернуть? Змея, да. Нужно обязательно вернуть, Антон. Ну, мы видели, что сколько-то времени он пролетел. И, возможно, разбил даже лобовое окно. Ну, Прудников с аэродинамикой подошел тут. Все, помешал он. Хорошо, расскажем ему, выговорим ему все на планерке. Всему этому можно научиться 1 июля. Афна Татышев у нас здесь. Также хочу напомнить, что робоклуб приглашает детей от 7 лет в летний городской лагерь. В лагере дети учатся собирать роботов, разбираться в электронике, проводят мастер-классы, играют в шахматы, ходят в бассейн и в научный музей. Питаются 4 раза в день. Вот, дорогие телезрители. Можно отдать ребенка даже на один день и узнать подробное расписание лагеря на сайте www.robo-klub.ru или по телефону записывайте. Прямо сейчас берите ручку, листочек, записывайте. 8 39 8, правильно мне указали ваш номер? Да, номер, абсолютно верно. 8 391 989 12 71. Либо приходите на пикник к нам, 1-й Юрий Нататышев, знакомьтесь с ребятами, мастерите змеев. И все лето пускайте вместе со своими детьми на природе, запускайте змеев. Ну, это действительно очень увлекательно и интересно. Добро пожаловать. Ты можешь тоже заходить и попрощаться с ребятами. У тебя есть последняя возможность. Реклама.